В этом году День музея отмечается под девизом «Сила музеев». Выставка «Говорящие памятники» организована для просвещения молодого поколения в вопросах защиты национального культурного наследия, привлечения внимания к охране музеев и исторических памятников. Студенты Азербайджанского государственного университета культуры и искусства, обучающиеся по специальности музейное дело, архивное дело и охрана памятников, на нескольких языках рассказали о памятниках, изображенных на фотографиях. В этом году мы посвятили свою выставку памятникам Карабаха, которые были в годы оккупации разрушены, уничтожены. Были уничтожены памятники архитектуры, мечети, уникальные музеи с уникальными коллекциями. И сегодня эти памятники с нами говорят посредством нашей молодежи. Заслуженная художница Азербайджана Елена Ахвердева провела мастер-класс по изготовлению текстильного витража, а заслуженный художник Азербайджана Тарьер Баширов организовал мастер-класс по плетению циновки. Текстильный витраж – современная абстракция, которая состоит из разных геометрических элементов с преобладанием различных оттенков. Большие или маленькие прямоугольники, различные полоски и зигзаки, на первый взгляд, не сочетающиеся между собой детали, собираются в интересную и гармоничную картину. То, что мы сейчас делаем, это коллажи. Это все то, что у тебя на самом деле под рукой, то, что тебе где-то очень интересно и, может быть, даже не очень. Из всего этого можно сделать картину. Это техника коллажа, которая принимает все возможные варианты действий. Ты ее оформляешь прекрасно в раму, прекрасно ты ее любишь. Можно даже с обратной стороны писать стихотворение, дарить друзьям, а они повесят на стену. На открытии выставки присутствовали заведующая сектором Министерства культуры Алтун Микайлы, искусствоведа Рафаил Гюльмамедов и Эльчин Шамили, архитектор Эльчин Алиев. А для юных друзей музей организовал квесты «Кукольный свертакль. Ковер. Самолет». Сказка и сценарий к ней были написаны, а куклы-марионетки изготовлены сотрудниками музея вместе с юными членами действующего здесь детского объединения. Субтитры создавал DimaTorzok